Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Колесниковых. Но я пока буду рассказывать, что же у них произошло во влоге. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Вам не сложно, а мне очень-очень приятно. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы вы были в курсе новых обзоров. Но мы переходим к Колесниковым. Света оператор, и она снимает Анжелику. Говорит, Анжелика, ты такая красивая сегодня. Я думаю, что ж такого красивого, сверхкрасивого Анжелики, почему она сегодня? Ну, как всегда, вроде как. А потом смотрю, Анжелика так повернулась в камере. Ну, так вот, в профиль. И солнышко заиграло, и я увидела, что у неё вроде патчи, что ли, под глазами. Такие вот патчи. Жёлтые, не знаю, золотые какие-то, золотистые какие-то, серебристые такие вот. Ну, не знаю. Или это не патчи. Возможно, Анжелика решила вот такой вот макияж себе сделать. Я не знаю, что это такое. Но вот под глазами у неё вот такое вот дело. Возможно, это сейчас модно среди молодёжи. Я не знаю, не скажу. Но Анжелика себя вот так вот украсила. Блёстки такие у неё на щеках и под глазами. И что делает Анжелика? Конечно, она мнёт картошку. И Света говорит, что, мол, Максим пошёл разжигать костёр. Мол, шашлык будет готовить. Но что Анжелика поправляет? Говорит, не костёр. Костёр – это когда палки сжечь. Ну, тут и Лёша, и Света. Так вот, вы знаете, мягко, с улыбочкой. Как мне показалось, Света говорила. И Лёша так тихо, спокойно, доходчиво. Стали Анжелике говорить, что, мол, в любом случае надо разжечь огонь. Для того, чтобы можно было приготовить шашлык, да, на мангале. Но, конечно, никто не сказал огонь. Все утверждали, что это всё ещё костёр. Хотя Анжелика тут была права. Костёр – это когда палки сжечь. Абсолютно права была девочка. Но никто из них не упомянул слово мангал. Или они не знают, что вот эта конструкция, да, где готовят шашлык, называется мангал. Или, ну, я не знаю, по какой-то другой причине не назвали. Но, тем не менее, я не на то хочу обратить ваше внимание. А я хочу обратить ваше внимание на то, как говорила Света и Лёша с Анжеликой. Илейным таким тихим голосочком. Вот я подумала, если бы на месте Анжелики была бы, ну, не знаю, например, у Виталина, да, ну, или Настя. Может быть, и Настя, и Виталина вдвоём. Я могу себе представить, каким тоном говорил бы Лёша и Света с этими двумя девочками. Конечно, никакого Илея в их голосах бы не было. Никакого такого спокойного тона тоже бы не было. Как-то вот иначе родители говорили бы с этими двумя девочками. Ну, а с Анжеликой, конечно же, я так подумала, что и с Дариной тоже очень тихо, спокойно, вкратчиво, даже так я сказала бы. Лёша говорил и Света так, чтобы, не дай бог, не вызвать в небо Анжелики. Как-то так. Оф, слов, конечно, нет. Ну, а Максим нанизывает мясо на шампуры, а Анжелика сидит и ничего не делает. И вы знаете, мясо, я так понимаю, куриное там что ли, маринованное. И не одна курица, как мы предполагали. А так вот много, да, получилось мясо. Такая достаточно большая миска и почти полная. Ну, это с одной стороны, да. А с другой стороны, если учитывать, что у них гости, и Лёша сам говорит о том, что много гостей, мол, придётся, если одного торта не хватит, ещё один доставать из холодильника, там где-то ещё половинка вчерашнего торта осталась, что-то в этом плане. То я думаю, что вряд ли всем хватит этого мяса. Если действительно много гостей. Но нам, забегая вперёд, могу сказать, что не показали ни единого гостя. Единственное, ну, почему, показали. Мальчик сидел рядом с Максимом, такой вот смугленький. Но я думаю, что это всё-таки не те гости, которые прилетели, приехали к ним, да, не те гости, которых встречали в аэропорту. Мне кажется, это всё-таки одноклассник или одногруппник Максима. Одногруппник, да, Максим уже закончил школу. Вот. Ну, а была ещё женщина. Ну, конечно, я попозже расскажу более подробно про это. Так что дождитесь. Ну, а пока мы видим Никиту, который подгоревший шашлык выкладывает в ёмкость, в которую он будет подаваться к столу. И вы знаете, действительно, шашлык подгорел неприглядного вида. Да, но Лёша даже не подумал о том, чтобы пойти помочь Максиму жарить этот самый шашлык. Как-то странно всё, да. Вот он именинник, он и шашлык жарит, он и этот торт резит. И вообще, ну, какой-то ужас, конечно. Света стоит рядом, наблюдает за всем этим и снимает. Лёша, просто сложив руки на груди, наблюдает тоже за Максима. Вот какое-то издевательство над ребёнком, над своим собственным ребёнком. Ну, и говорит Лёша, обратите внимание, какая прическа у Виталина. Да, действительно, у Виталины очень симпатичная прическа. Какого-то дракончик или французская коса. Два дракончика, две французские косы, да. Симпатичная очень прическа. И у Анжелики точно такая же прическа. Ну, казалось бы, да, вот сколько лет Виталини и сколько Анжелики. Но нет, прически у них одинаковые. Уж не знаю я, кто постарался, то ли Света, то ли вот это вот гости. Но факт остаётся фактом. Девочки причесаны. Хотя бы две в семействе девочки причесаны. Это уже хорошо. Стол в тронном зале у камина. Всё лучше в традициях царской семьи. Ну, как я уже говорила, мальчик какой-то такой вот спринглик, где рядом с Максимом сидит. Как мне показалось, всё-таки это его одногруппник, потому как вроде как его лет, да. Ну, а Света, что делает Света? Света ест. Вот уже вроде как все поели. А Света такое ощущение, что вообще не ела. И вот она ест этими большими ложками салат или что у неё там в её плошке. Кстати говоря, о тарелках. Они были глубокие. Достаточно глубокие тарелки. По типу салатниц перед каждым глубокая тарелка была. Ложки были выданы каждому. Ну, кошмар. Зато на столе были бананы. Они были нарезаны прям вот непочищенными. Да, вот на 3-4 части поперёк были разрезаны эти бананы. Уже сколько раз говорили о том, что так никто не делает. Это куча микробов распространяется. И на срезе эти микробы. И в самом банане уже везде внутри. И так никто не делает. Ну, колесниковые это такие люди, которым что в лоб, что в полбу. Ну, а дальше камера перешла в руки Никиты. И Никита зашёл на кухню. Видит, что ещё не все фрукты нарезаны. И надо как-то что-то говорить. Потому как Анжелика сидит просто так, ничего не делает. Настя раскладывает апельсины. А Света этой апельсины нарезает. И вот Никита вопрошает. Мол, говорит, смотри, Настя это делает Света, то... В смысле, мама то делает Настя это. А ты, Анжелика, чем занимаешься? Что ты делаешь? На что Анжелика отвечает? Такое ощущение, что у неё одна заготовка этого ответа, да, один шаблон на все вопросы. Я до этого всё сделала. Вот вы знаете, не прикопаешься ведь? Иди докажи, что она сделала или не сделала. Ну, никак не докажешь. Ну, и приходится верить на слово. Она уже всё сделала до этого. А что всё, конечно, никому не известно. А Никита, вы знаете, он угнёт свою линию и говорит, смотри, я, например, делал салат Цезарь. Больше всех вложил своего труда в этот самый салат, говорит Никита. Больше всех его делал. И листья салата рвал. Ну, так надо рвать листья, оказывается, салата. Ну, и снова вернулись за стол в тронный зал, к камину. И видим, что Максим на правах именинника режет фруктовый торт. Да. Ну, несмотря на то, что вроде как стол накрыт, вроде как у них гости, этих гостей много. Бардак в доме страшный. В этом тронном зале на подоконниках какие-то завалы, под подоконником какие-то завалы. Вообще ужас какой-то. Уюта нет, не было и уже вряд ли будет. Да, ну, Колесниковы вроде бы собираются переезжать. Возможно, гостям сказали, что вот в связи с переездом у нас сейчас, ну, не совсем уютно и убрано и так далее. Но видели бы гости, как Колесниковы жили все эти годы в этом самом дворце. Ситуация была точно такая же. Такое ощущение, что у Колесниковых вечный переезд. Ну, или вечный ремонт. Это ужас какой-то. Просто страшно. Страшно просто, действительно. Ну, и как я уже говорила выше, Леша говорит, гостей много, торт целый уйдет. Да, представляете, это он говорит при гостях. Это ужас какой-то. Для того, чтобы гости знали, насколько они дороги Колесниковым. Ну, да. Ну, и, конечно же, дети высказались неумело. У детей никакого словарного запаса толком-то и нет. И говорят, то ли Настя сказала, то ли Никита. Ну, скорее всего, Никита. Максима день рождения. И он подарочник. И, конечно, все дети засмеялись. Потому что Леша засмеялся. И все дети как по команде засмеялись. Ну, знаете, такой какой-то искусственный смех. А местами даже и страшный. Спрашивает гостья. Мы ее не видим, но слышим. Мол, Максим, а у тебя есть личный зонтик? Немного такое корявенькое, да, словосочетание. Личный зонтик. Но, тем не менее. И вот я думаю, что бы делал это гостья, если бы Максим сказал, да, есть. Просто не представляю. Но, к ее счастью, Максим сказал, нет, у меня нет зонтика. Ну, зачем? Он нужен с ним ходить. Да, и Леша говорит, мол, с ним неудобно, да, ходить, таскать. Мол, за собой этот зонтик. Вечно там с собой его везде брать. Ну, конечно, Леша, он зачем? Леша на машине катается. Это Максим ходит пешком. Это дети выходят пешком в школу и школы, да. К этой остановке и домой. А Леша что? Леша сел в машину и поехал. Ему все равно, что на улице дождь, снег, ветер. Ему все равно. Но, правда, в последнее время, когда вот Леша, так сказать, на работу едет, он с собой берет Максима. Максим тоже едет вместе с Лешей в машине, да. Правда, Максим там и вкалывает больше, чем Леша. Но об этом, конечно, история умалчивает. И вот, наконец-то, время подарков. И этот самый зонтик личный подарила гостя Максиму. Говорит, проверь, как он работает. И Максиму раскрыл зонтик. А там на нитках к спицам этого зонтика были привязаны какие-то купюры. Конечно, Максиму это все дело понравилось. Такой вот дождь, будем говорить, да, из купюр. Такой денежный дождь. Очень понравилось Максиму. И я так полагаю, что все эти деньги заберет Леша. Ну, почему-то мне так кажется. Максим сначала хотел эти все ниточки оборвать и забрать себе деньги. Но я так понимаю, что Леша ему подал сигнал какой-то. Ну, не надо этого сейчас сделать. Ой. Ну, в общем, я так думаю, что Максим снова останется без карманных денег. Света, вы знаете, она мне так понравилась. Такая она какая-то кроткая. Такая она вся хозяюшка-хозяюшка. Да, вот она хочет показаться с лучшей стороны перед гостями. Господи. Если бы я не знала Свету раньше и увидела только вот этот ролик, подумала, боже, какая заботливая она мама. Какая заботливая она хозяйка. Какая она молодец. Чай принесла. Настя чашку чая принесла. Гости принесла. Еще спросила, представляете, кому еще чай? Я думаю, боже, Света, ты ли это? Что случилось? Кому еще чая? Ой, думаю, не Настя, не Виталина это делают, как всегда, да? Всегда Настя, Виталина и Леша чай принесут. И Света всем все заварит, сделает, на столы накроет. А тут прям Света хочет выслужиться. Вы знаете, я уже подумала, возможно, это какая-то родственница какого-то мальчика, которому приглянулась Анжелика. Вот так вот, да? Может быть, будущие родственники Колесникова. Я не знаю. Но Света вот прям выслуживается, хочет показать себя с лучшей стороны. Как-то так вот, да? Ну, не знаю. Вообще нам никто ничего не сказал, что это за женщина. Возможно, там еще кто-то был, ведь Леша сказал, что много гостей. Но остальные просто молчали, и их не было слышно. А вот эту женщину было слышно. Но не знаю я, кто это такая, и надолго ли она приехала, и с какой целью она приехала. Наступило время подарков. Настя пожелала Максиму, чтобы он никого не бил, и чтобы не болел. Странное такое пожелание, подумала я, с одной стороны, с другой стороны. Возможно, Настя получает периодически от Максима. Поэтому она хочет, чтобы я не бил Максима. Поэтому говорит, чтобы ты никого не бил. Не скажешь, что это надо, правильно? Чтобы ты меня не бил. В принципе, так, в общих чертах, да? Чтобы ты никого не бил. Ну, и меня в том числе. Ой, я просто в ужасе. Неужели Максим бьет Настю? Иначе, с чего вдруг ей такое пожелание, да, говорить? Анжелика, что пожелала? Чтобы Максим хорошо отучился на правах. Ну, правильно ли вы мне пишите в комментариях, какие права? Каких правах, я имею в виду, водительское удостоверение? О каком этому удостоверении может идти речь, когда у Максима такие проблемы со зрением? Ну, не знаю. Да, и Колесникова ничего не делает для того, чтобы как-то скорректировать это вот самое зрение. Вообще не думают о своем ребенке. Виталина пожелала счастья, здоровья и чтоб слушался Бога. Ну, как-то так, да. Уже, по крайней мере, не говорят, чтоб ты боялся Бога. Ты помните, как-то одно время их заклинило. Бойся Бога, надо бояться Бога, чтоб ты боялся Бога. Все как один говорили, повторяли. Ну, тут Виталина молодец, чтоб ты слушался Бога. Оно хоть как-то разбавило вот эту вот боязнь, да, страх Бога. И девочки дарили, и Никита, по-моему, тоже, да, дарили Максиму одинаковые подарки, какие-то шоколадки. Ну, Алеша говорит, мол, я предлагал Максиму подарок, но что же ты за отец такой, который-то предлагал ребенку подарок. Настоящие родители, любящие, заботливые, должны знать, что хочет ребенок получить в подарок. Они должны знать все его чаяния, все его желания. Они должны угадать подарок, да, угадать с этим подарком так, чтобы ребенок был просто счастлив. То есть выполнить его самое заветное желание и такой подарок подарить, о котором он даже не мечтал. Нет, он, конечно, хотел бы его очень, но он понимал бы, что это дорогое, не могут себе позволить. Вот тадам, сюрприз. И именно этот подарок родители и дарят. Ну, как-то так происходит в нормальных семьях. А тут только лестники вымотаются в день рождения ребенка с этим самым ребенком. Кстати говоря, полубольным сейчас речь идет о Виталине. По магазинам выбирают какую-то непонятную куклу. То с Настей они ходили по магазинам, если я не ошибаюсь, в день рождения Настя. Ну, а сейчас вот думаю, почему Максима с собой не взять тоже в магазин. Пусть Максим тоже походит, почувствует себя в шкуре младших детей. Но Леша говорит, вот в электричке мы уехали, нам предлагали три пары носков за 100 рублей. Говорит, чем тебе не подарок? То есть предлагал такие подарки ребенку. Он вообще думает своей головой. Я понимаю, что Леша шутил, но у Леши такие плоские шутки. Но Максим не всегда в силу возраста может понять шутки Леши. И я так думаю, что Максим это все принимал за чистую монету. Бедный тот Максим. И, конечно же, слава богу, Леша не подарил ему эти самые носки. Три пары носков за 100 рублей. Говорит, ну вот, Максим. Это с учетом того, что все сидят за столом, в том числе гости, которых много. В каком месте ты больше всего любишь поковыряться? Непонятное дело, что все засмеялись. И Максим в том числе. Могу себе представить, насколько неловко в этот момент было Максиму. Ну вот, я даже не представляю, как бы я отреагировала, если бы меня спросили бы, в каком месте я больше всего люблю поковыряться. Ну, ужас какой-то. Потом добавил Леша, может быть, в телефоне, может быть, в холодильнике. Вот как-то так. Но опять же, Леша как-то задает вопросы так, чтобы унизить человека, чтобы показать свое превосходство. Но это он делает только с теми, кто зависим от него. А если бы он говорил с равным себе, я думаю, что вряд ли Леша позволил бы себе такие вольности. Ну и говорит, мол, в телефоне, в холодильнике и иди тогда, мол, на кухню, раз ты любишь в холодильнике поковыряться, когда, мол, ты голоден. И Максим пошел на кухню. Леша его так перенаправил от холодильника к шкафу, где у них там крупы. И, наконец-то, долго искал, долго, очень долго Максим искал подарок. Среди этих круп, среди всего прочего, на короны крупы, что там у них было. Наконец-то нашел. Нашел, и это оказались смарт-часы. Вроде доволен был Максим, но не знаю. С одной стороны, доволен, а с другой стороны, вроде как и не показал особой радости. Да, он не выказал. Ну, что сказать. Леша говорит, мол, Максим, тебя поздравляют зрители и много всего желают. Максим говорит, потом почитай. Леша говорит, ну, правильно, почитаешь, да. Мол, я плохие комментарии сразу удаляю, так что там только хорошие. Можешь читать, не боясь. Ну, хотя бы так. В общем, нас ждет, насколько я понимаю, еще один влог с продолжением дня рождения. Потому как Максим сказал, что будут распаковывать эти часы на камеру. Ну, правильно, Колесниковым надо контента, а тут какой-никакой контент подъехал, да. Почему бы и нет. Посмотрим, ну, что это за часы Леша подарит. Насколько Максим ему дорог. Ой, надеюсь, что эти часы будут работать. И это не какая-то дешевка. На самом деле, качественные какие-то часы. Потому как все-таки 18 лет, правда, и хочется что-то более-менее толковое. Ну, в принципе, вот на этом влог Колесниковых закончился. Кто такая гостья, мы так и не узнали. Надеюсь, что нам раскроют секрет в следующих влогах. На этом с вами прощаюсь. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok